Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить классический вкусный шоколадный торт с вишней. Основу торта составляет влажный шоколадный бисквит. Его дополняет нежный сливочно-шоколадный крем в сочетании с кисло-сладкой вишневой начинкой. Шоколадный бисквит может быть любой, какой вам больше нравится и какой любит ваша семья или заказчики. Так как бисквит у меня шоколадный на кипятке и мы его уже подробно готовили в прошлом видео, то сразу перейду к приготовлению сочной вишневой начинки. Нам понадобится 300 граммов свежей или замороженной вишни, 130 миллилитров воды, 15 граммов кукурузного крахмала и 60 граммов сахара. К вишне добавляем сахар и половину нормы воды. В оставшейся воде разбудим крахмал для того, чтобы не было комочков. Вишню с сахаром отправляем на огонь, помешиваем и ждем полного растворения сахара. Добавляем воду с крахмалом и не перестаем помешивать. Доводим до кипения и несколько минут провариваем. В остывшем виде начинка будет сочной и полностью стабильной. Она идеально подойдет для прослойки или наполнения любого десерта. Перекладываем в другую емкость, накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть. Шоколадный крем-пломбир. 380 граммов жирной сметаны, 100 граммов сахара, 100 граммов темного шоколада, 200 граммов мягкого сливочного масла, 1 яйцо и 35 граммов кукурузного крахмала. В кастрюле с толстым дном соединяем сахар и крахмал. Хорошо размешиваем венчиком. Добавляем яйцо и сметану. Сметана должна быть жирной 20-25 процентов жирности. Перемешиваем все до однородности и отправляем заварную основу на плиту. Мешаем, не прерываясь, пока масса не начнет густеть. Увариваем до нужной густоты, перекладываем в смесь другую емкость, накрываем пищевой пленкой в контакт и убираем в холодильник на несколько часов. На водяной бане или в микроволновке растапливаем шоколад. Мягкое сливочное масло комнатной температуры перекладываем в чашу миксера. Взбиваем на максимальных оборотах. Масло должно побелить и приобрести кремовую структуру. Добавляем растопленный и уже остывший шоколад. Шоколад выбирайте на свое усмотрение, какой больше любите. Молочный, черный или экстра черный. У меня экстра черный, он не такой сладкий. Когда сливочное масло соединится с шоколадом, постепенно добавляем в заварную сметанную основу. В самом конце добавляем ароматизатор. Больше других я бы рекомендовала миндальный или ром. И тот, и другой ароматизатор идеально сочетаются с кремом и подходят и к вишне, и к шоколадному бисквиту. Крем получается универсальный, пышный, гладкий, объемный, хорошо держит форму. Идеально подойдет как для начинки, так и для выравнивания. Единственное, за чем надо следить, так это за тем, чтобы крем был всегда охлажденный. Тогда он будет послушный и удобный для работы. Поэтому перед сборкой торта убираем крем в холодильник на 30-40 минут. Небольшой порцией крема фиксируем бисквит на подложке. Наносим совсем немного крема по центру, не доходя до края. Из крема делаем кольцо по краю, а в центр выкладываем начинку. Сверху начинку закрываем кремом и укладываем второй корж. Снова все повторяем. Сверху начинку закрываем крем. Укладываем верхний корж, желательно чтобы это был низ бисквита, тогда поверхность у торта будет очень ровной. Наносим черновой слой крема и убираем торт в холодильник на 30-40 минут. После охлаждения наносим финишный слой крема, идеально выравнивать не нужно, так как боковины торта мы будем все равно обсыпать бисквитной крошкой. Обсыпаем бачка бисквитной крошкой. Чтобы сделать это как можно аккуратнее, подложите под торт небольшие кусочки бумаги для выпечки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переходим к оформлению. Декор классический, простой и узнаваемый. Делаем завитушки из крема и добавляем вишенку на торт в прямом и переносном смысле. Вишенка специальная, десертная. Серединку торта можно присыпать порошком какао, темным или светлым, и так и так красиво. Серединка получится матовая и бархатная. Мне очень нравится этот торт, часто его готовлю. Рецепт Палочка-выручалочка. Если нужен торт, чтобы всем точно понравился, так это он, классический, вкусный шоколадный торт с вишней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед подачей торт хорошо охлаждаем. Тогда он легко режется и разрез получается красивый и сочный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал. Если видео вам понравилось, поддержите меня лайками. До встречи в новом видео! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА